2002 год. Вы идете по улице Нью-Йорка, наслаждаясь достопримечательностями и прекрасным видом. К вам подходит такой же турист и просит его сфотографировать. Да только не на полароид и даже не на мыльницу, а на телефон. Сказать, что вы удивлены прогрессу, не сказать ничего. И вечером в баре все ваши мысли сосредоточены на загадочном продвинутом телефоне. Только разве что сидящей рядом горячей девушке удается вас отвлечь. Да и то ненадолго, ведь у нее звонит телефон, на котором виднеется фото звонящего, что в это время является редкостью. Дамочка резко уходит, а вы твердо решаете пойти в магазин, дабы приобрести такой же аппарат. И рассказывая продавцу о загадочных совпадениях, вы не понимаете, что оказались в центре рекламной акции Sony Ericsson. Все помнят этого Титана мобильного рынка начала 2000-х. И Титаном он стал не просто так. 60 актеров долгое время трудились, прикидываясь туристами и демонстрируя прохожим возможности новых телефонов. В то же время актрисы и модели ходили по барам, очаровывая собеседников, нет, не только формами, но и девайсами. Скрытая реклама – это не изобретение нашего времени, это веками проверенный способ воздействия на людей. Взгляните-ка на эту газету времен Первой мировой. Вместе с рутинными сводками фронта и новостями из жизни правящих особ, здесь красуется фото французских солдат. Один из них весел, ведь, как упоминает, картинка невеста прислала ему шустовский коньяк. Казалось бы, фирма коньяка выбрана случайно. Как бы не так. Даже сто лет назад издатели понимали, что на одном упоминании бренда можно неплохо заработать. К счастью, в наше время эта форма рекламы отходит на задний план. Люди научились понимать, как это работает, и очередной герой фильма, попивающий колу, не вызывает ничего, кроме улыбки. Считаете, что мы победили ушлых рекламщиков? Расскажите-ка это ребятам из Bizzy Agent. Как понятно из названия, в их рядах находятся тысячи агентов, манипулирующих общественным мнением. Однажды эти ребята задались целью раскрутить книгу малоизвестного автора, и сотни простых работяг начали якобы невзначай читать ее в метро. Другие сотни названивать в книжные магазины и требовать поставок. Ну а оставшиеся по старинке атаковали интернет, оставляя на каждом шагу хвалебные отзывы. Сарафанное радио сделало свое грязное дело, и за три месяца издательство продало годовую норму книг. Сейчас в агентстве трудится более полумиллиона сотрудников, и мы не удивимся, если с этого момента читающие в метро будут вызывать у вас подозрения. Не будем называть конкретных имен, чтобы не обидеть коллег по социальным сетям, но даже в Рунете действует целая россыпь подобных агентств. Схема их работы проста, блогеры получают деньги за упоминание продуктов и брендов. И это не всегда реклама. Человек может выпить в кадре сок определенной марки или просто упомянуть его так между строк. Иногда что-то идет не так, и некоторые из таких затей выполняются бездарно, когда всем известные блогеры пачками идут в парке. Но это лишь вершина айсберга. А сотни и даже тысячи успешных акций подобного уровня остаются незамеченными. И каждый раз, когда вы видите в тексте или на видео продукт определенной марки, на вас с огромной долей вероятности заработаны неплохие деньги. Причем не всегда речь идет о позитиве. Иногда бренды сознательно вызывают к себе негатив. Ведь хайп он везде хайп, и неважно, каким путем он достигнут. Наверняка все помнят, как Тинькофф Банк запускал в Инстаграме рекламу на блатном языке. Она была ориентирована на молодежь, а ненависть со стороны адекватного сообщества сыграла только в плюс. Ведь подрастающее поколение любит вещи, осуждаемые большинством. Вообще, этот банк может давать курсы по работе с негативом. История с двойным дном и парнями из немагии когда-нибудь определенно войдет в учебники. Ну а мы перенесемся из грязного интернета в мир прекрасного. Надеемся, к этому моменту вы уже поняли, что скрытая реклама есть везде. Даже в легендарном фото Мерлин Монро, платье которой внезапно поднялось от ветра. Но внезапно ли? Эпохальный снимок был сделан во время промо-акции фильма «Зуд» седьмого года. Неизвестно, была ли актриса в курсе, но киношники спрятали под улицей ветровую машину. Которая сработала в нужный момент. В итоге мир получил одну из самых знаменитых фотографий. А фильм «Космическую популярность» и «Кассовые сборы». Бизнес всегда остается бизнесом. И пока миллионы жителей планеты готовы вгрызаться друг к другу в глотки в битве Apple против андроида, корпорации успешно сотрудничают. Откройте любой яблочный продукт и зайдите в интернет. Наверняка вы не обращали внимания, считая, что Google установлен поиском по умолчанию просто так. Это ведь лучший поисковик и все логично, не правда ли? А в курсе ли вы, что Google в этом году заплатил 9 миллиардов долларов за такую привилегию? А в следующем и вовсе вывалит 12. На секундочку, даже проект Илона Маска с тысячами спутников, которые окутают всю планету интернетом, стоит дешевле. Только вдумайтесь, запуск на орбиту целой группировки летательных аппаратов вместе с затратами на заработные платы сотрудникам, стоит дешевле, чем должность штатного поисковика Apple. Все еще не понимаете, почему мы до сих пор не летаем к звездам и не покоряем галактики? Ответ очень прост. Корпорации это не интересует. Их интересует лишь прибыль. Более 36 компаний только в США тратят на рекламу больше миллиарда долларов в год. Крупнейший рекламодатель планеты Проктор энд Гэмбл вываливает около 10 миллиардов просто за то, чтобы о нем все знали. Производитель косметики L'Oreal и другие представители ТОП-5 в сумме отдают более 40. А 100 главных рекламодателей планеты расстаются с четвертью триллиона долларов каждый год. Это приблизительно равно ВВП Финляндии и достаточно для отправки нескольких тысяч человек в космос. Мы не говорим, что реклама это плохо, мы лишь сообщаем вам о том, что она везде. Бренды не заботят ничего, кроме собственной прибыли. И часто вы даже не подозреваете, что стали целью рекламной кампании. Надеемся, что после нашего видео вы начнете обращать на такие мелочи больше внимания. Ну а пока у нас все, и мы очень ждем ваших примеров скрытых реклам в комментариях.